МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На 30 объектов капитального строительства планируют выделить средства из городского бюджета в следующем году. Из них на 15 необходимо разработать проектно-сметную документацию. На 15 других уже пойдут строительно-монтажные работы. На четырех объектах ремонт идет. Это здание Центра образования на Куйбышево-1, стадион 12-й школы, общежитие Назерново-62 и 11-я школа. Напомним, ранее стало известно, что учеников 11-й школы на время ремонта решили перевести из основного здания в другие школы. Изначально школьников обещали оставить в своей школе. Все работы, которые ввелись на объекте школы номер 11, наружные, они себя исчерпывают. То есть они сейчас ведут работу фасадные. Значит, ремонт фасада они провели все работы по замену оконных, всех конструкций в полном объеме. Они большой объем работы провели по замене наружных коммуникаций и благоустройства. То есть там осталось благоустройство. Небольшой объем работ связан, он ограничен сейчас у нас погодными условиями. Ранее предполагали делать внутренние работы, отгораживая по половине этажа. Тогда бы учеников не пришлось переводить из здания. Но из-за санузлов придерживаться плана не получилось. Искали различные варианты. И проводить ремонт ночью и выходные. Но ради безопасности детей и скорейшего завершения строительства решили все-таки учебный процесс перенести. Ищем варианты. Начало занятий не чисто со второй сними, например, после обеда. Занятия смещаем. Начало занятий приходилось где-то на 10-31 часов. Это поможет снизить вечернюю нагрузку для детей. По большому счету мы сейчас прорабатываем вопрос размещения классов 11-й школы не только на территории первого интерната, но и на других территориях школ. Пока один-два класса у нас остаются в проблемной зоне. И я думаю, что все равно постараемся найти все это решение. Представители администрации рассказали о строительстве нового здания 11-й школы на Зорге. Напомним, сроки сдачи объекта постоянно переносили. А подрядчик ООО ТСК свои обязательства не выполнил и пропал. Муниципалитет долго искал нового и, наконец, осенью заключил контракт с Нижегородской фирмой. На данный момент они вышли на объект, подключили объект к инженерам, детям к теплоснабжению, запустили все. Там уже начали работать электрики по подготовке схем временных по электроснабжению. Под охрану объект принят. И рассчитываем, что они сейчас будут заниматься. Планируем все-таки в те сроки, которые в соответствии с ПСД Остальского, с проектом организации строительства, именно нормативные сроки завершения работы, там 4-5 месяцев, чтобы они к июню завершили эти работы. Новое здание на Зорге не закроет потребность района в учебных заведениях. Проектная мощность старой школы 11 – 300 человек, новый – 600. Необходимо построить в этом районе еще одну школу. К тому же здание первой школы, бывшего первого интерната, тоже приходит в негодность. Встает вопрос о возможности его эксплуатации. Но пока школу закрывать никто не собирается. Правильнее не совершать, как говорится, ошибки, которые были совершены ранее, и не выводить объект эксплуатацию до строительства нового. В бюджете следующего года заложены средства на разработку проектно-сменной документации на устройство светофоров на Силкин около кинотеатра и на Зернова около 9-го интерната. Капитальный ремонт дорог, замена барьеров на 123-й дороге. На участке от улицы Железнодорожная до улицы Бессарабинка, это вот объездная дорога, там уже некоторые опоры фактически висят в воздухе, поэтому есть угроза, что они не сдержат падение автомобиля в реку в случае какого-то ДТП. Обсудили депутаты поправки в бюджет на следующий год. Например, решено проработать предложение депутата Ивана Ситникова об установке скамейк и указателей на тропе здоровья. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей СОРОВ-24. Пять дней насыщенной работы, 30 лекций и 10 практических мастер-классов ждут участников Первой Всероссийской школы-семинара Национального центра физики и математики по математическому моделированию на супер-ЭВМ, экса и зета-флопсной производительности, которая пройдет в технопарке с 5 по 9 декабря. Одна из ключевых задач проведения таких школ НЦФМ – привлечение к работе талантливых молодых ученых. Если нам удастся привлечь каких-то ребят со стороны, которые приедут на эту школу, послушают, им расскажут о научной программе НЦФМ, им прочитают лекции. Если среди этих ребят появятся те, кто приедут работать в НЦФМ, мы считаем, что мы тем самым решим одну из наших главных задач – создание вот этой вот молодежной научной среды, которая не только должна будет работать в НЦФМ, она будет строить НЦФМ. В программе НЦФМ есть научный блок, этот научный блок включает в себя 10 направлений, поскольку центр физики и математики, там есть физические направления, математические. Математика является самой строгой наукой, основой всего нашего логического мышления, основой тех математических моделей, уравнений, которые мы используем. Поэтому, безусловно говоря о новой физике, мы должны говорить и о той поддержке, которую ей дадут современные математические направления. В школе примут участие около 180 студентов, аспирантов и молодых ученых из Новосибирска, Владивостока, Санкт-Петербурга, Москвы, Кемерово, Сочи, Снежинска, Нижнего Новгорода и Сарова. У каждого участника будет возможность представить свой доклад по научной работе и получить консультационную поддержку от ведущих ученых в сфере вычислительных технологий. На мой взгляд, здесь собирается уникальный круг ученых, которые умеют на это смотреть комплексно. И с точки зрения применения, и с точки зрения разработки, и с точки зрения адаптации этого интереса университетов. И очень надеюсь, что это поможет решению тех задач, которые мы ставим. Деятельность связана с математическим моделированием, связана с решением сложных задач, когда надо одновременно учитывать. Очень много разных явлений, процессов. Это гидродинамика, газовая динамика, аэродинамика, процессы турбулентности, прочность. Математическое моделирование – одно из десяти научных направлений работы НЦФМ. По каждому проводятся научные школы. Школа по моделированию четвертая в этом году. Ранее здесь работали над изучением физики нейтрино- и астрофизики, физики высоких энергий и ускорительной техники, а также по лазерной физике и лазерным технологиям. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Традиция поститься перед Рождеством идет с древних времен, когда люди воздерживались перед Богоявлением. Этот праздник позже разделился на два отдельных события – Рождество Христово и Крещение Господне. Сейчас Рождественский пост готовит верующих к одному из двунадесятых церковных праздников – Рождеству Иисуса Христа. Рождественский пост еще называют Филипповым, потому что он начинается после Дня памяти апостола Филиппа. К любому событию, к любому такому моменту, который ежегодно повторяется для нашей памяти, для нашего восприятия, такие как праздники Рождества Христова, Успения, оно требует подготовки. И вот такая нетривиальная подготовка, хотя и, можно сказать, не такая строгая, как Великий пост, является пост Рождественский. Цель любого поста для верующих – очищение души и изменение себя. Это особенное время, когда христиане призваны к интенсивной духовной жизни. В Рождественский пост священники рекомендуют чаще посещать храм, уделять время молитве и делам милосердия. Также церковь призывает в эти дни ограничить себя в пищевых излишествах и различного рода развлечениях. Важно не только то, что мы меняем рацион, мы с вами отказываемся от пищи животного происхождения, но и по количеству тоже. Плюс к тому, что мы воздержимся от животной пищи, мы еще количественно тоже должны себя ограничить. Праздник Нового года совпадает с Рождественским постом. Если верующие все-таки хотят собраться за новогодним столом, то священнослужители разрешают в это время полакомиться рыбными блюдами. Со 2 по 6 января Рождественский пост становится более строгим. Когда ты чувствуешь, что ты не такой хороший, как тебе казалось до поста, это как раз то, что, по крайней мере, первый шаг – это обнаружение себя в каком-то виде, качестве плохим человеком, каким-то недостоинством обладающим. Это уже стадия первая, когда действительно пост вступил в свою силу. Рождественский пост – последний многодневный пост в году. Он начинается с 28 ноября и продолжается до 7 января – праздника Рождества Христова. Светлана Юрнова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. У Всероссийского хорового фестиваля духовной музыки «От сердца к сердцу» давняя история. В следующем году ему исполнится 25 лет. Масштабный проект проходит в нашем городе раз в три года, объединяя сотни музыкантов и тысячи зрителей. А со сцены звучат духовные песнопения, русская и зарубежная классика, песни народов мира. В этот раз фестиваль собрал более 600 участников, 17 хоровых коллективов из Москвы, Лобны, Долгопрудного, Нижнего Новгорода и Сарова. Приятно осознавать, что наш город и Саровский драматический театр уже в девятый раз становятся площадкой для проведения фестиваля. А в следующем году данный фестиваль отметит свое 25-летие. Это возможно благодаря тому, что на протяжении уже нескольких десятилетий не иссякает энергия фестиваля, а для нас это возможность живого общения. На три дня Саров стал хоровой столицей России, открыл в фестивале выступления саровчан. Хоры детской школы искусств исполнили композицию «Аллилуйя Сарову». Затем на сцену вышел народный коллектив России, академический хор ННГУ имени Лобачевского, один из старейших хоровых коллективов Нижнего Новгорода. Он ведет свою историю с 1949 года. Хор неоднократно становился лауреатом международных фестивалей и конкурсов, чемпионом мира среди хоров, исполняющих популярную музыку, обладателем золотых медалей, кубков и гран-при на конкурсах России по всему миру. Коллектив в восьмой раз стал участником фестиваля в Сарове. Апофеозом церемонии открытия стало выступление академического мужского хора МИФИ. Народный коллектив России, лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат всесоюзных, всероссийских и международных конкурсов, он один из самых известных и в своем роде уникальных любительских хоров России. С первой репетиции по сей день в нем поют исключительно студенты, выпускники и сотрудники Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. От сердца к сердцу – это настоящий музыкальный праздник для Сарового. Возможность познакомиться, больше узнать о творчестве друг друга и просто отдохнуть от повседневности учебных и рабочих будней, окунувшись в мир музыки, вдохновения, душевной гармонии. Фестиваль потрясающий, очень красивый, прекрасные исполнители, замечательные коллективы. Очень рада, что мне доводится в нем поучаствовать. Фестиваль хоровой и духовной музыки на Саровской земле длился три дня и завершился гал-концертом. Его запись можно посмотреть в группе «Арт Саров ВКонтакте» для зрителей старше шести лет. Иксерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Узнать о истории родной страны то, что не пишут в учебниках. Времена до Петровской России юные саровчане открывают для себя на уроках Василия Киселева. Свой проект «Потешные баталии. Уроки живой истории для детей» Василий представил комиссии акселератора «Путь к успеху». По итогу отбора жюри выберет 10 достойных проектов, которые пройдут в финал грантового конкурса на получение финансовой поддержки на реализацию своей идеи. В презентации, понятное дело, более подробно про мой бизнес-план, как я все это планирую делать. В общем-то, я прошу дотацию на материалы для изготовления реквизита. А после чего этот самый реквизит мы собираемся как раз использовать и из этого извлекать некую прибыль. В данном случае мы занимаемся, по сути дела, по-прежнему военно-патриотическим воспитанием молодежи. То есть содействуем возникновению патриотических настроений. Пять минут на защиту проекта и еще пять на вопросы комиссии. Регламент выступлений участников был жестким. Всего в акселераторе приняли участие больше 30 саровских предпринимателей. До полуфинала дошло 18 проектов. Конкурсанты прошли большой путь, получили новые знания, стали настоящей командой. В рамках акселератора участники посещали образовательные мероприятия, учились разрабатывать бизнес-планы. Каждая лекция просто на вес золота. Сейчас такой материал можно получить только на каких-то платных курсах. А здесь это дает все абсолютно безвозмездно. Очень качественная работа, индивидуально, с каждым. Это дорогого стоит. Очень большое спасибо Центру поддержки предпринимательства. Такие проекты, как «Путь к успеху» – это шанс предпринимателям, не только начинающим, но и которым уже первый день в бизнесе, дать стартовый капитал. Главная задача программы – предоставить общественности лучшие российские практики в сфере социального предпринимательства, а жителям и организациям возможность заявить о собственных социальных проектах и получить финансовую поддержку на их реализацию. За это время финансовую поддержку получили 12 царовских проектов на развитие собственного социального бизнеса. Проведение «Акселератора» стало возможным благодаря объединению усилий Ассоциаций промышленников-предпринимателей, Центра инноваций социальной сферы и Центра поддержки предпринимательства, конечно. Все это проводится при поддержке Министерства внутренней политики, Министерства промышленности Нижегородской области. И поддержку нашим предпринимателям оказывает наше градообразующее предприятие. По итогу защиты комиссия выбрала 10 финалистов, которые 1 декабря отправятся на торжественную церемонию подведения итогов в Нижний Новгород. Финансовую поддержку до 150 тысяч рублей по итогу получат 5 финалистов. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Город финансовых знаний. Цикл познавательных лекций и интерактивных занятий для взрослых и детей из малых городов и районных центров Нижегородской области. Проект Волговятского главного управления Банка России направлен на повышение уровня финансовой грамотности нижегородцев всех возрастов. Проект уже побывал в нескольких населенных пунктах региона. Теперь город финансовых знаний приехал в Саров. Все проекты, то, что направлено на развитие финансовой культуры, на продвижение, углубление знаний в сферу финансовых продуктов и про то, как противостоять рискам мошенничества. Вот это наша главная задача. Главная задача проекта. Мероприятие началось с открытия выставки Банка России «Петра Творения», посвященной 350-летию со дня рождения первого Всероссийского императора. Экспозиция представила гостям серию специальных монет с вехами Петровского периода. В актовом зале перед участниками встречи выступили руководство города, представители Центробанка, Волговятского главного управления Банка России, Министерство финансов Нижегородской области. Сегодня я как раз хотела бы подробно вам немножко рассказать про свою работу, как важно именно быть не только финансово грамотным в личном своем бюджете, но почему нам важно быть грамотными в государственных финансах, как эта взаимосвязь происходит и как мы, граждане, как вы уже сейчас можете непосредственно своим участием влиять на распределение бюджетных средств. В молодежном центре для старшеклассников и студентов специалисты подготовили квиз и интеллектуальные игры по финансовому просвещению. Для младших школьников прошла викторина «Нескучное деньговедение». В этот же день для людей серебряного возраста состоялся лекторий о банковских картах, наличных деньгах и о том, как противостоять мошенникам. К урокам финансовых знаний присоединились и саровские представители малого и среднего бизнеса в Центре поддержки предпринимательства. С той скоростью, с которой сейчас развиваются технологии, финансовые технологии, информационные технологии, мы понимаем, что мы не можем оставаться на месте, наша задача идти вперед. У нас большой пласт молодежи, которая должна получить все необходимые знания для того, чтобы получить свои преимущества в будущем, чтобы быть конкурентными на рынке труда, быть конкурентными просто в жизни. Поэтому я считаю, что и Центробанк России, и Министерство финансов Нижегородской области делают очень нужную для нас работу. После мероприятия Волговятское и Главное управление Банка России совместно с администрацией Сарова провели круглый стол. Проект «Город финансовых знаний» реализуется при поддержке правительства Нижегородской области. Если ничего не болит, человек годами может не появляться у врача. А тем временем болезнь не дремлет. Как правило, за медицинской помощью такой пациент обращается уже, когда слишком поздно. Несколько подобных случаев недавно произошли в нашем городе. Пациент 46 лет, трудоспособный возраст. С 2016 года за медицинской помощью не обращался. Обращался тогда, когда появились выраженные боли в позвоночнике. При обследовании было заподозрено образование легких с метастатическим поражением костей позвоночника. Запущенная четвертая стадия. К сожалению, пациента спасти не удалось. Еще один пример. Пациентка 49 лет. С 2017 года на прием к врачу не ходила. При проведении первичного осмотра у нее заподозрили рак органа малого таза с метастазами. Запущенная четвертая стадия. Ее также не удалось спасти. Есть и случаи благополучного исхода. Пациентка 34 лет. С 2016 года за медицинской помощью не обращалась. При первичном осмотре, при проведении диспансеризации, был заподозрен рак шейки матки. Пациентка сейчас успешно проходит лечение. В состояние без прогрессирования. Еще со времен Советского Союза система здравоохранения уделяла большое внимание профилактике. Отголоски тех времен находят отражение в программе диспансеризации. Она помогает выявить опасные заболевания, обнаружить факторы их развития. Например, коварный сахарный диабет зачастую может начаться незаметно для больного. С маленьких симптомов начинаются серьезные заболевания. И немые формы течения имеют место быть. Мы с вами можем вести обычный образ жизни и не подозревать, что у нас развивается сахарный диабет, грозный своими осложнениями. Записаться на диспансеризацию можно на портале пациента или по телефону колл-центра 95511. Проводят ее бесплатно по полюсу обязательного медицинского страхования. В день прохождения диспансеризации работодатель обязан предоставить работнику оплачиваемый выходной день. Годовой прирост цен на продукты в регионе в октябре замедлился и в среднем составил 12%, сообщает Центробанк. Показатель годовой инфляции в области уменьшается уже полгода. В частности, ускорилось снижение цен на плодоовощную продукцию. В этом году урожай овощей также оказался выше прошлогоднего. Помогли увеличение посевных площадей и более благоприятная погода. В результате в годовом выражении ускорилось снижение цен на свеклу, лук, морковь и картофель. В целом, годовая инфляция у нас в регионе снижается уже полгода. В частности, в октябре на 0,85% пункта до 12,35%. Также в октябре в регионе замедлился годовой рост цен на продукцию животноводства. На такую динамику повлияло увеличение выпуска молока, свинины и мяса птицы в России в целом, а также снижение издержек производителей на закупку кормов. Рацион сельскохозяйственных животных включает зерновые культуры, цены на которые на внутреннем рынке снизились благодаря рекордному урожаю. Также животноводческие предприятия активно пользуются мерами поддержки. В частности, льготными кредитами на закупку компонентов кормовой базы. Более подробную информацию о динамике цен на товары и услуги в регионе можно найти в информационно-аналитических материалах по инфляции, которые ежемесячно публикуют на региональной странице на сайте Банка России. Анна Пилипец, Сергей Ряпов, Служба новостей, Саров, 24. Так урочище студенец Сосновского района выглядело 12 лет назад. Однажды группа энтузиастов решила возродить храм в честь иконы Божьей Матери Знамения в бывшем населенном пункте. Никто тогда не поверил этому решению, но с 2010 года работа все-таки началась. И теперь здесь стоит обустроенный, возрожденный храм, куда стекаются паломники на богослужение. Сюжет об урочище студенец – один из десяти фильмов проекта урочища Нижегородской области Романа Сванидзе и Александра Гусихина, который получил поддержку фонда президентских грантов. Покопался я в истории, понял, насколько быстро исчезает память об этих местах, потому что приходилось собирать эту историю по кусочкам из разных мест. Иногда сведения даже противоречили друг другу, и было выяснять, что это такое целое расследование иногда. Приходилось проводить. Авторы сняли видеосюжеты о судьбе заброшенных храмов в Первомайском, Шатковском, Сосновском, Градецком, Арзамасском и Дивеевском районах. Роман Сванидзе выступил сценаристом и звукорежиссером. Александр Гусихин снимал и монтировал фильмы. Приезжаем на место съемок, и сначала все выставляем, аппаратуру, и смотрим, какие ракурсы можно было, откуда, с каких углов, там чего-то, ну, как это происходит, и пробуем. Много делали дублей всякие, много не вошло, ну, снимается много, чтобы сделать потом мало. Как итог проекта, авторы создали полнометражный документальный фильм «Время собирать камни», в который вошли сюжеты об урочищах Нижегородской области. Фильм выстроен в единое повествование, которое органично соединяет между собой рассказы о разных судьбах заброшенных храмов. Они связаны, выстроены в необходимой последовательности, и вот этот просмотр вот в этой, в определенной последовательности, с определенным, ну, когда накапливается вот эта вот информация, причем у каждого урочи своя изюминка, свой особый взгляд на него мы постарались сделать. И вот когда вот это накапливается, то добавляются новые впечатления, новые ощущения, новые мысли, которые не возникают при просмотре, ну, раздельных серий. После просмотра в Зале искусств в библиотеке имени Маяковского зрители могли задать вопросы авторам, поделиться впечатлениями и размышлениями. Полнометражный фильм «Время собирать камни» пока не будет доступен в сети интернет, поэтому увидеть его можно только на подобных встречах. За афишей и новостями следите в группе ВКонтакте «Урочище Нижегородской области». Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Кто такой криптограф, многие ребята даже не знали, но лишь до того, как пришли на станцию с соответствующим названием. Криптограф Руфяц Внеев Борис Красильников рассказал, что такое шифр, для чего он нужен, кто придумал первые шифровальные изобретения и как можно стать профессионалом в области защиты информации. Школьники познакомились с принципом расшифровки и попробовали сами сделать криптоанализ, пословиц и поговорок. Криптография – это целое научное направление, которое изучает три момента. Это аутентификация, целостность данных и конфиденциальность. Направление очень нужное. Сейчас ребята занимаются тем, что расшифровывают сообщения, которые я им, можно сказать, закодировал. То есть они сейчас занимаются криптоанализом. На очередном мероприятии «Атомный квест» в рамках общегородского проекта «Профтренд» представители-эксперты Руфяц Внеев рассказали школьникам 8-9 классов о наиболее востребованных и нужных профессиях предприятия. И не только рассказали, но и показали. Ребята совершили путешествие по четырем станциям. На станции «Штурман» школьники попробовали себя в роли математиков-расчетчиков и рассчитали траектории по математическим формулам. Узнали про меридианы, параллели и законы навигации. Рассказывают интересные формулы, как рассчитать, допустим, условный полет-самолеты из одной точки в другую, про профессию в будущее. В целом, хорошее мероприятие. Мне понравилась криптография. Как она работает и как устроена. И именно коды. Как правильно рассчитать и как именно их расшифровать. На станции «Я-конструктор» участники познакомились со специальным чертежным шрифтом. Попробовали применить этот шрифт на практике. Также магистр станции Дмитрий Дарьюшкин рассказал командам о программе «Компас». Показал конструкторские черчежи и детали. На атомном квесте ребята смогли окунуться и в увлекательный мир физики. Познакомились с физическими законами и формулами. Узнали, где физика встречается в повседневной жизни. А также сделали интересные опыты. Вот такое вот путешествие, небольшое, глубокое, в мир профессий, которое, мы очень надеемся, поможет ребятам самоопределиться в этом огромном мире разнообразия. Поможет им понять, какие навыки нужно получать, где в учебе надо поднажать. Ну и, конечно же, какое высшее учебное заведение выбрать для последующего получения знаний. В рамках проекта «Профтренд» проходит и ряд других мероприятий. Познавательные занятия, мастер-классы, деловые игры. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Многие знают про легендарного комдива Красной Армии Василия Чапаева или хотя бы что-то слышали про него. О жизни и подвигах Чапаева немало фильмов и книг. Про героя гражданской войны ходят множество легенд, мифов и удивительных историй. Но каким этот человек был на самом деле, не знает почти никто. Цикл бесед исторические очерки публициста Ивана Ситникова предоставили возможность читателям библиотеки имени Маяковского узнать правду о легендарном Чапаеве. Встречи в рамках цикла исторических очерков проходят в Маяковке в седьмой раз. И каждый раз мероприятие собирает полный зал зрителей. Еще с 17-го года по предложению Лиды Шулаевой, главного редактора канала «16», я стал снимать исторические телеочерки, десятиминутные фильмы, в основном об истории нашего края, сорого присоровья, о людях, сорого присоровья. И вот в этом отношении таких телеочерков накопилось уже 70 сюжетов. На встречах с читателями Иван Ситников показывает по три фильма из цикла телеочерков, а потом обсуждает с залом увиденное и услышанное, отвечает на вопросы, рассуждает на поднятые темы. Все это происходит в формате живого диалога. На встрече читатели посмотрели еще один фильм о художнике Авайзовском и его родственнице, которая жила в Сарове. Было такое предложение от работающих людей, сделать подобные встречи уже после рабочего дня, там, 18-19. Я готов. Было бы желание, потому что вот подобные встречи, они прошли по инициативе Натальи Арзамасовой, которая отвечает за культурно-массовую работу в Совете ветеранов микрорайона номер 3. Будет инициатива со стороны работающих людей, в удобное для них время, сделаем подобные встречи. Встречи в рамках цикла «Исторические очерки» в библиотеке имени Маяковского проходят два раза в месяц. В следующий раз неизвестная страница истории Иван Ситников приоткроет для всех желающих в середине декабря. За афишей следите на сайте библиотеки или в группе ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова